Приветствую, друзья, на связи Андрей Жариков и в этом видео мы обсудим последние новости по компании EagleBitTrade. Вот какие новости озвучила Ирина Абалакова. Сейчас вышло сообщение от Сандра Ривейрал, звуковое сообщение, которое озвучивает уже выставленный в чате мастеров-дистрибьюторов, официальное сообщение, оно через 2-3 минуты появится у нас в бэк-офисах, но не очень хороший перевод русский, поэтому я озвучу сейчас все, что было сказано. Сандра сказала, что учитывая напряженность работы последних дней, практически беспрерывной работы по реконструкции управленческого всего аппарата компании, а также миграции всех данных со старой платформы на новую, процессы продолжаются, она хотела бы отчитаться и рассказать, что именно сегодня компания выставляет о процессе производимых работ. Итак, на сегодняшний день Сандра сказала, что итогом этих дней, этой напряженной работы является возможность уже определить горизонты, которые позволяют назвать даты перехода на новую платформу всей базы данных, которая была оставлена старой платформой, ключи программирования переданы, мы помним, 3-го числа. Об этом говорится в сообщении. Дело в том, что API, ключ привязки базы данных на старой платформе истекает сегодня. Учитывая всю ту работу, которую проделал Клаудио Энрике, и платформа новая готова, вот сейчас идет проверка тесты, то, о чем мы сегодня говорили на конференции, тестирование возможностей как можно быстро и безошибочно перевести всю базу данных, потому что некая ошибочная база была запущена специально. Поэтому на сегодняшний момент очень важно адекватно и достоверно перенести всю базу данных. Более того, у нас там сообщение будет сказано, что потребуется в новом бэк-офисе дополнение некоторой информации по каждому участнику для более профессионального портфолио каждого из нас составления именно личных данных в кабинете. Поэтому на сегодняшний день Сандра с уверенностью говорит, что в ближайшие дни, в ближайшие часы дни будут закончены работы по миграции. Просто очень устали и жуниор, и Сандра больше информации, поэтому не печатали столько времени, торопились дать уже сформированное видение, сформированное понимание платформы, поэтому сейчас и выходит коммуникаду официальное. И констатируют факт, что на этот момент реконструкция управленческого аппарата закончена. Мастера-дистрибьюторы все получают на имейлы договора. Больше не будет подобной ситуации, которые произошли у нас в недавнем прошлом. Каждый дистрибьютор, мастер-дистрибьютор подписывает договор сотрудничества с компанией по определенным позициям и признакам. Четко определяются функции IT команды. Дело в том, что все, что прописано будет в договорах, несет за собой юридическую ответственность. Теперь не только все сотрудники офиса, сотрудники команды, компании, но и мастера. Мастера несут ответственность по договорам, которые подписывают самостоятельно. Более того, уже первая часть акционирования закончена. То есть все инвесторы, внесшие более 80 тысяч, получают сейчас акционную долю. Все это будет прописано документально, и я потом подробно объясню, как. Мы знаем, что у нас у компании во владении уже есть золотодобычная шахта. Поэтому все обеспечено, собственно говоря, золотыми ресурсами. Более того, сказано о структурировании работы самой команды. У нас будет подписан, вот этот коммуникат будет подписана фамилия Мигел Гомыш. Я говорила сегодня, что у нас 4 теперь директора, и Мигел Гомыш это у нас главный исполнительный директор. Человек, который юридически структурировал и правильно распределил обязанности, прописанные в договорах по 4 департаментам управления бизнесом. И это очень важно. Теперь персонализирована ответственность по каждому направлению. Естественно, есть персонализированная ответственность по системе финансового движения. Поэтому вот такое структурирование бизнеса закончено. И в ближайшее будущее, когда законченные работы по автоматизации будут приведены в действие, мы получаем, наконец, долгожданный вывод. Сандра сказала, что очень хорошо понимает руководство, что номер один проблема как можно быстрее открыть. Именно поэтому жуниор еще вчера выставлял сообщение о том, что команда вся сегодня работает. И цель, и задача команды как можно быстрее сделать функциональной новую платформу. Все прекрасно понимают, что вывод нужен вчера. Это цель номер один. А далее будет объявлена вся стратегия. Поверьте, она у нас шикарная. Также в кабинете компании опубликована следующая информация. Уважаемые партнеры, события, которые произошли за последнее время, явились результатом быстрого роста нашего бизнеса. И нам пришлось провести серьезную реорганизацию IT-систем и менеджмента. Новая бизнес-модель уже была представлена мастер-дистрибьютором на прошлой неделе. Самые серьезные изменения следующие. IT-система. 3 августа предыдущая IT-команда передала базу данных EagleBitrade. База данных была успешно внедрена в новую систему. И мы благодарим предыдущую команду за сотрудничество. Была создана новая система, и она находится на финальной стадии тестирования. Доступ к системе будет открыт, как только мы закончим тесты. Также в системе был применен маркетинг-план компании. В первоначальном тексте на португальском это предложение не очень понятно. Внедрение базы данных. Если все пойдет по плану, уже завтра утром мы будем знать, работает ли система стабильно. Второе. Параллельно команда завершает автоматизацию платежей партнерам через API. Организационные изменения. Мы создали новую организационную схему компании и уже обсудили ее на встрече с мастер-дистрибьюторами. Мы разобрали распределение обязанностей и функций между различными подразделениями. Например, продажи, маркетинг или финансовые вопросы. В течение нескольких следующих дней в вашем кабинете вы увидите запрос заполнить в вашем профиле дополнительные данные, как, например, адрес проживания. Мы заключили с мастер-дистрибьюторами договора, где прописываются их ответственности и обязанности. Также теперь они могут вносить различные предложения по улучшению компании. Мы обсудили вопросы, требующие немедленного вмешательства, и расписали план действий, одобренный акционерами компании и записанный в протоколе. Компания проходит процесс серьезной реорганизации ради блага всех партнеров. Мы уверены, что вместе мы сильнее. А также мы уверены, что скоро этот период детских болезней останется позади. Мигель Гомес, Лиссабон, 7 августа 2018 года. Вот такие новости на сегодняшний момент. Вывод, который вроде бы как должен был запуститься уже 6 августа, не запущен до сих пор. Но будем надеяться, что это произойдет в самое ближайшее время. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok